Здравствуйте, дорогие зрители! С вами канал Брошь об Израиле и я Шуламит. Я нахожусь в городе Хайфа, нахожусь в районе, который называется Центральный Кармель. Вы меня просили знакомить вас с городом Хайфа, и я продолжаю вас знакомить. Мы с вами недавно гуляли по Нижней Хайфе, гуляли по Адару, а сейчас мы с вами погуляем по Центральному Кармелю. Конечно, я не первый раз снимаю отсюда, снимала даже вон тот вид с университетом на макушке горы. И снимала я все, что тут я сейчас вам буду показывать. Не все, не все, но кое-что снимала. Дам вам ссылки на все это, поставлю в описании под видео ссылки на все мои видео о Центральном Кармеле, которые я делала. Но сейчас я хочу что-то иное вам рассказать, то, чего еще никому не рассказывала. Центральный Кармель – это район Хайфы, который расположен в самой высокой части горы Кармель. Он начал активно застраиваться в начале 20 века. Много домов было здесь построено жителями немецкой колонии, темплерами, о которых я вам тоже рассказывала. И остались некоторые эти дома. Не знаю, сейчас увидим мы сегодня или не увидим сегодня. Все я вам показать не смогу. Это большой район. Это район туристический, культурно-развлекательный. Также и торговый тут есть магазины. Тут очень много кафе. И тут много достопримечательностей. Кроме гостиничного комплекса «Дан Панорама», здесь находится дом-музей художника Мани Каца. Аллея Луи, обелиск Вильгому II и Пушка, тоже снимала вам. Ворота Бахайского сада, верхний вход в них. Красиво видно Хайский залив. Кармелитский женский монастырь. Здесь находится парк скульптур Урсулы Мальбин. Это очень интересный район. Находится здесь и церковь. Я не уверена, что все сегодня смогу обойти. Это много. Музей японский здесь находится. Но что смогу, то сегодня вам покажу. И начнем мы вот именно с этого места, где я стою. Вот тут я сейчас стояла. Видите, этот комплекс домов? И вот этот вход в помещение. И видите, аллея звезд. Здесь каждый год проходит Хайский международный кинофестиваль. Я вам раза два точно снимала об этом фестивале. И видите, у нас тут аллея звезд своя, как в Голливуде. И так я прошла по аллее звезд и подошла к зданию. Вот эта лестница обычно покрыта красной ковровой дорожкой, когда проходит кинофестиваль. И я показывала вам это тоже. И все это здание – это Центр культуры и искусства имени Баруха Рапопорта, иначе называемый аудиториумом. И вот это здание называется Дом Хехта. Я когда-то вас туда заводила. Там была выставка, по-моему, ярмарка из Индии, что-то такое. Я найду, я вам тоже дам ссылку. Видите, Дом Хехта. На Доме Хехта есть надпись, которая гласит о том, что здесь находится Центр культуры и искусства. Я зайду в тень, страшное сейчас солнце. Вот это Дом Хехта, я забралась в тень. Оно было построено в 1893 году как гостиница. Затем ее выкупает пастор Шнайдер, о котором я, возможно, вам расскажу позднее, если успею. В 2002 году в этом здании на средства фонда Хехта был проведен ремонт, и оно получило свое сегодняшнее название Дом Хехта. А кто такой Хехт или в русском написании Гехт? Это известный предприниматель и меценат. А сейчас мы с вами пройдем в небольшой парк или скверик, который тут находится рядом. Я слышу, оттуда доносится музыка, там обычно играют музыканты уличные. Я как-то снимала вам этот скверик. Но сейчас я хочу кое-что рассказать, поэтому мы зайдем туда снова. Вообще район Центральный Кармель, он невероятно зеленый район. Здесь дома буквально утопают в зелени. Очень приятно здесь находиться. Вон дом Хехта с другой стороны. Здесь растет средиземноморская сосна, пинья. Как зелено, какая прекрасная сегодня погода. Это 20 с чем-то градусов. Обещали сегодня 24. Наверное, так и есть. Сейчас посмотрим, откуда доносится музыка. Да, всегда в этом месте. Вот кто мне мешал говорить. Почему он в маске, я не понимаю. Ведь маску-то разрешили уже не носить, а все-таки некоторые ходят. Вот посмотрите, тоже сидят в маске. Непонятно, причем в парке. Люди настолько испуганы. Видите, здесь такой водопадик. Я уже здесь с вами шла, между прочим. И я бы не пошла снова, но если бы не хотела, вам все спокойненько рассказать. Этот сквер называется Ган Маня Шохот. Сейчас я о ней вам скажу. Пару слов об этом скверике. Сейчас это сквер имени Маня Шохот, а раньше он назывался Роща Августа Виктории. Так как сосны, которые высажены в этом сквере, они были высажены Вильголемом II и его супругой Августой Викторией. Маня Шохот, которая ушла в мир иной в 1961 году, она входила в состав бунда, была участницей покушения на начальника московского охранного отделения Зубатова. Во времена британского мандата организовывала нелегальную эмиграцию евреев в Палестину, а после создания государства Израиль занималась устройством новых репатриантов. И вот в память о ней переименовали этот сквер. Сейчас мы двигаемся в сторону гостиничного комплекса Дан Панорама. Вон он виднеется. И там тоже нам есть на что посмотреть. Предлагает людям намотать тфилин желающим. Ну, кто не знает, что такое тфилин, даже не буду пояснять. Это знают те, кто живут в Израиле. Очень оживленное место, как видите. Сегодня рабочий день, поэтому народу много. Видите, в Перепхайсе тоже такие сделали лавочки, как в Тель-Авиве. И стало очень уютно. Красиво играют. Но я уже их слушала по пути туда. А вот что мы с вами увидим сейчас. Это верхняя станция Кармелита. Хайского метро самого короткого в мире, о котором я тоже, конечно, вам рассказывала и показывала. И мы с вами проехали все станции этого метро. Так что второй раз я этого делать не буду. Опять же, кто хочет, может со мной проехать в моем старом видео. Вот видите, написано Мерказа Кармель, центр Кармеля. Так и называется эта станция. Ой, запах метро прямо идет оттуда. Но мы с вами идем дальше. Вот мы уже выходим к Дан Панораме. Видите, какой тут парк? Я сейчас спущусь, потому что здесь сильный ветер. И боюсь, что меня отсюда не слышно будет. Как нарочно стоит мне начать снимать, как что-нибудь происходит, что мне мешает. Вот на этот раз привезли баллоны как раз в том месте, где я стояла. Они, правда, увидели, что я снимаю, начали извиняться. Но что поделаешь, они же не уедут никуда. Я отошла. Пару слов об этом парке. Во-первых, мы находимся рядом. С гостиницей Дан Панорама. Сейчас мы туда пойдем. Этот сад называется, этот парк называется парк матери. И основал его пастор Мартин Шнайдер. Этот пастор занимался миссионерской и коммерческой деятельностью. И он заложил вот этот парк, который превратился потом в парк матери. Так его называют. Ганаэм. И здесь, внутри этого парка, есть вход в Хайфский зоопарк. Ну, Хайфский зоопарк я вам сейчас показывать не буду, потому что у меня есть видео, где я снимала внутри самого Хайфского зоопарка. Решила тут посидеть, потому что здесь настолько изумительный воздух. Запах сосен смешивается с запахом кипарисов и туи. И создает совершенно неповторимую атмосферу. Настолько приятно здесь дышать, что просто не хочется отсюда уходить. Можно пройти сквозь эту гостиницу или обойти вокруг нее. И вы попадаете вот на такое прогулочное место, где перед нами открывается вот такой вид на Хайфский залив. Вот там вдали крают. Кажется, что крают очень далеко. Но туда ехать от въезда в Хайфу 10 минут не больше. Потому что там есть скоростное шоссе. Улица, которая находится ниже данной панорамы, называется Яфенов. То есть красивый вид. И вот с этой улицы, если по ней пойти, открываются совершенно фантастические виды. Вот музей тут художника. Маникатс, вот объявление. И здесь начинается променад Луи, о котором я рассказывала и который мы с вами вместе прошли. Очень советую посмотреть это видео. Там здорово. Красивейшие виды и интересный рассказ. Вот она Хайфа. Вот там Адар. Видите, такое здание, которое сужается кверху. Это находится прямо в районе Адар. А вот башня, которую называют Кукуруза, Парус, Ракета. Здание министерств в Нижней Хайфе. Вон оно. Вот это хайфский элеватор. А вон проглядывает купол Бахайского храма. Вот такие вот в автобусике расставили по Хайфе. Мороженое, всякая ерунда продается. Но мы пойдем по Тайелет-Луи, по променаду Луи. Историю променада, название Луи, все это в другом моем видео. Посмотрите. Ой, какой воздух, какой тут воздух. Вы знаете, даже в самую сильную жару здесь можно гулять вот в этом месте. Здесь всегда ветер, здесь тень. Здесь прохладно. Даже если где-то 40 градусов, тут всегда меньше. А сейчас мы проходим мимо музея Тик-Котин. Музей японского искусства. Мы были в этом музее на выставке кимоно. И даже ели борщ в музее. У меня об этом есть видео. Тоже дам вам ссылку, посмотрите. Видео коротенькое. И очень забавное. Вот он прудик. Вот она статуя козленка. Это место организовано безутешными родителями, потерявшими 17-летнего Луи, о чем я рассказала в другом своем видео. Печальное место. И в то же время очень красивое. Незаметно для себя мы дошли до конца променада Луи. И прямо напротив находится вход в верхние сады Бахайского храма. Но заходить туда не буду. Даже не уверена, что сейчас пускают. Сюда можно попасть на бесплатную экскурсию. В определенные часы тут выходят экскурсии, в том числе и на русском языке. На английском, на иврите и на русском. И надо спускаться вниз к центральной части в этой экскурсии. Я все это вам снимала. И внизу находится район, который называется Мошава-Гермонит. И прямо тут, в конце променада Луи, находится памятник Вильгельму II, о котором я тоже вам рассказывала. Сейчас везде цветет баухиния. Она бывает белая, а бывает вот такая. Вот тоже что-то цветет. И вот я не знаю, что это за растение. Кто знает, подскажите. Это дерево. Здесь можно увидеть, с какой скоростью ты едешь. Замеряется скорость машины проезжающей. О, печальное красное лицо. Зелененькое, значит, дозволенная скорость. Если идти от дан панорамы по улице Ждероте-Носи, по большой улице, то можно дойти до монастыря святого пророка Ильи. Монастырь этот небольшой. Здесь находится православная церковь Ильи пророка. Церковь была освящена в 1913 году в честь 300-летия Дома Романовых. Вот она, эта красивая церковь. Православная. Видите, колокольня тут. Сейчас закрыта. Сейчас сюда я попасть не могу. Могу только немножко снять из-за забора. Это не единственная церковь в Хайфе. Их тут несколько. Но вот мы попали к этой. Это я уже снимаю через калитку. Тут около калитки расписание богослужения. Если кого-то интересует, вот, пожалуйста. От храма Ильи пророка мы идем обратно к гостинице Дан Панорама. И посмотрите, что я вижу по дороге. Вот такие вот укромные тенистые уголки Хайфы. Обожаю. Обожаю такие места. Вот куда, интересно, приведет эта тропинка. Если бы мне не надо было снимать видео, я бы сейчас по ней пошла. По адресу Ждерот Анаси, то есть бульвар Анаси, находится дом Рутенберга, который я хочу вам показать и о нем рассказать. Вот тут табличка с информацией. Но мы зайдем с вами. Здесь можно зайти. Ох, какой сад! Прямо обалдеть! Ну и запах сосен сегодня надышалось. Мои дорогие, это что-то исключительное. Показываю вам, какой здесь прекрасный двор. Просто обалдеть! И сейчас я вам расскажу про этот дом. Итак, дом Рутенберга по проспекту Анаси, 77. Петр Моисеевич Рутенберг родился в 1879 году. В Полтавской губернии закончил Политехнический институт в Петербурге. Работал инженером на Путиловском заводе. Вступил в партию эсеров. После казни папа Гапона уезжает в Италию, где работает инженером-гидротехником. В Италии вместе с Жаботинским занимается организацией первого всемирного еврейского конгресса. В 1917 году возвращается в Россию, становится заместителем комиссара Петрограда, попадает на полгода в Петропавловскую крепость. После этого уезжает в Англию, оттуда в Палестину с целью ее электрификации. Электростанции тепловые в Тель-Авиве, в Хайфе, в Тверии, на реке Иордан, построены по проектам Рутенберга. После его смерти в 1942 году часть его денег пошла на нужды образования по завещанию. И в его доме открыт институт Рутенберга. В этом здании Рутенберг жил с 1939 года до своей смерти. Вот этот дом сбоку, а вот этот дом с другой стороны. На этом я закончу сегодня. Я думаю, что показала вам достаточно. Конечно, я буду вам продолжать показывать хайфу, продолжать показывать места, о которых, наверное, не все знают. И спасибо вам за просмотр. Будьте здоровы, берегите себя. И до новых, надеюсь, скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok